Пригожин собрался в Африку, но перед этим хочет сделать белорусскую армию второй в мире, вероятно, тоже с конца. Мы будем находиться здесь, в Беларуси. Путин все-таки не летит на Брикс. На Рашн ТВ рассказали причину. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы и британцы будут сбивать. Реклама. Правда чистая. Тем временем в РФ хотят, чтобы женщина рожала побольше, а не работала. Народу населения нашей страны, конечно же, это одна из главнейших задач, которая сегодня перед нами стоит. А девочку, которая потеряла родителей на Керченском мосту, хотят отправить отдыхать в Крым. Всем привет, меня зовут Ева Николашвили, а это программа «В тренде». Сегодня у меня для вас много скреп русского мира, поэтому лучше присаживайтесь, мы начинаем. Пригожин наконец-то явился к своему народу, в смысле к вагнеровцам. С момента неудачного бунта прошел практически месяц. До этого Пригожин только летал на самолете то в Беларусь, то обратно в Россию. И заявлений никаких не делал. Сейчас же в сети появилось видео, которое было снято, вероятно, в лагере вагнеровцев в Беларуси. И там Пригожин смог высказаться сполна. Что удивительно, без матов. Сейчас то, что происходит на фронте, это позор. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время. На это время мы сделаем, и я в этом уверен, белорусскую армию второй армии в мире. Вы услышали эту шутку? Драники будут второй армией мира. Я так понимаю, благодаря Пригожинским боевикам, которые их всему обучат. Но если учитывать, что большинство вагнеровцев зэки, то белорусскую армию они могут научить разве что красть, насиловать и убивать. Ведь воевать они на самом деле не умеют. И тому доказательства приоткрытые данные о потерях вагнеровцев. В телеграм-канале вагнеровцев заявили, что на момент взятия Бахмута убитыми было 22 тысячи бойцов. Еще 40 тысяч – ранеными. Кстати, всего в ЧВК Вагнер воевало 49 тысяч зэков из 78-тысячной шайки. Свои потери боевики назвали после того, как в Минагрессии РФ заявили, что в состав армии РФ вошли 33 тысячи вагнеровцев. Хотя по подсчетам их оставалось всего 25 тысяч. При этом большинство ушли в Беларусь. Но это ладно. Все мы знаем, что Минагрессия РФ только то и делает, что врет. Лучше вернемся к Пригожину. Во время своего обращения к бойцам он сказал еще кое-что информативное. О своих планах на вагнеровцев. Дальше готовимся. Повышаем свой уровень. И в новый путь. В Африку. И возможно вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт. Интересно выходит. Такое ощущение, что лысый боевик снова ставит Путину условия. Ну, якобы, дай оружие и власть в армии, и тогда мы поможем на войне. И мне почему-то кажется, что бункерный дед, вероятно, снова это проглотит. А вы как думаете? Пишите свои мысли в комментариях. А еще не забудьте поставить лайк и обязательно подписывайтесь на канал, если вы вдруг этого не сделали. А тем временем сам Путин наконец-то определился. В ЮАР он не летит. Все-таки стремновато, что и эти союзники его кинут. Ну, как Иран. В целом, логичное объяснение для диктатора, который всего боится. Но вот на российском ТВ никто ж не может сказать, что Путин банально боится. Поэтому там другие причины. Скрепные. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы и британцы будут сбивать. Им было заранее известно. Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. У него конфликт с президентом ЮАР. И он придумал вот эту пулю, как объяснить, почему Путин не приедет. Потому что я бы мог... Это была конспирологическая. Не конспирологическая. Реклама. Нет, правда чистая. Вы заметили? От такого даже Скобеева выпало в осадок. А мы-то думали, что это у нее уже давно крыша протекает. Но оказывается, есть еще более сумасшедшие. Кстати, насчет особо одаренных. Недавно мы вам рассказывали о том, что в РФ хотят запретить аборты. Глава Минздрава Михаил Мурашко выступил с тем, чтобы ограничить в России продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности. История сама по себе дикая. Но Мурашко пошел еще дальше. И теперь заявил, карьера женщинам не нужна. Надо сразу рожать. Мол, получить образование, найти работу и обеспечивать себя это все такие глупости. У российских женщин другое предназначение. Сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить. И только после этого, уже, так сказать, подходя к такому сложному возрасту, репродуктивному, озаботиться о деторождении. Поэтому Мурашко на полном серьезе считает, что женщина должна рожать чем раньше, тем лучше. Конечно же, все ради здоровья российской женщины. Переживают о них. Но есть еще одна причина. Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Народонаселение нашей страны, конечно же, это одна из главнейших задач, которая сегодня перед нами стоит. Я, конечно, не лезу в дела чужой страны, но мне кажется, мурашко стоит заняться профильными вещами. Например, посмотреть, что там с состоянием больниц. А то в России то в коридоре мужчина умирает, то в Оренбурге реанимацию заливает. Давайте поможем ему. Давайте. Ну, я что-то сомневаюсь, что у российской власти есть до этого дело. Ну, а что вы хотели? Денег? Нет. Все ушли на запрет женщинам заниматься карьерой, на оборону, точнее, агрессию, а еще на пропаганду, в том числе и для совсем юных жителей России. Например, в Люберецком дошкольном отделении установили вот такой аппарат. Власти называют его красиво интерактивный комплекс гражданско-патриотического воспитания. Ну, а если по-простому, то аппарат для промывки мозгов детям. Кстати, похожие аппараты в свободной продаже стоят не дешево, но это же проявление патриотизма. На вас россияне точно не хотят навариться и точно не готовят ваших детей стать будущим пушечным мясом. Ну, и еще немного о российских детях, о которых заботится местная власть. Помните пару из Белгородской области, которая погибла на Керченском мосту? Вместе с ними еще была дочь. Она выжила и сейчас лечится. И чтобы как-то скрасить горе девочке, губернатор Белгородщины придумал замечательную идею. Предложил отправить ее на отдых. Знаете куда? Никогда не догадаетесь. в Крым. Понимаю, насколько сейчас девочки непросто, поэтому, конечно, все необходимую помощь окажут. После окончания лечения направим ее, пожелания ее, ее родственников в один санаторий. Скажут, что хотят в Крым, тогда свяжемся с вами и направим к вам. У нас тоже есть в Евпатории свой лагерь. Не переживайте, скоро этот лагерь в Евпатории будет не ваш. Украинские бойцы уже идут и вы, россияне, во освобождении всех временно оккупированных территорий поможете. Ведь главный союзник ВСУ это российская коррупция. Вот, например, батарея зенитного ракетного пушечного комплекса Тунгуска. Видите их? Шесть машин. Только армия РФ это еще тот обман. Поэтому и машин не совсем шесть. Вот, собственно, вся наша батарея, шесть машин, вот они все. Вот, шесть ульбусов, из которых по факту в данный момент небеспособен ни одна. При определенном ремонте можно сделать три машины. Но ремонт соответственно это время. Как бы заводчики говорят с Ульяновской, что это примерно от месяца до полугода. Ну, вот, собственно, вот это вот добро мы все получили. Причем вот эти все пять тунгуса, кроме той, которая светлая, которая труп, которую нельзя заводить, потому что она тупо загорится может, загореться может. Вот, эти все машины капитальные в прошлом году все. Такое отношение у россиян не только к военной технике, а и к обычной. Поэтому я вынуждена огорчить российских женщин. С тяжелым сердцем это говорю. Лады достанутся не всем. Дело в том, что две трети, а именно 60-70% всех новых Лада Веста оказались непригодными для продажи. В машинах не хватает кнопок ГЛОНАСС и рамки щитка приборов. Теперь дилеры ждут поставки недостающих запчастей от автоваза и будут устанавливать все самостоятельно. Не понимаю, правда, зачем? И так сойдет. Все равно россияне на лучших машинах ездить не будут. Ведь в РФ импорта замещение. А в других странах им даже не дадут взять современную машину в аренду. Проверено. Аренд-кар, вот вам и аренда автомобиля. Есть один минус, русским они не дают.